Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами разберем вот такой вот узор. Как всегда в начале видео вы видели пример, где его можно использовать. Мне очень понравилась кокетка к платью. В принципе не только кокетка, можно и вообще пофточку связать. Похожих узоров много. Схему я выложу в группе ВКонтактов. Ссылка на группу будет внизу видео. И я еще выложу ряд схем для тех, кто может читать схемы. Ряд схем, ну как говорят, близнецы по схемам, они чуть-чуть отличаются. Я думаю, если мы этот узор разберем, то остальные будут вам проще. Итак, начнем. Вот схемка. Если мы посмотрим на схему, то начальный ряд нам нужно с вами набрать 33 воздушных петли. Я думаю, все уже знают, как. Я беру нитку поярче. Ну, достаточно такой плотности и набираем 33 воздушных петли. Петли готовы. Можете повесить здесь маркер. Можете запомнить, кому как удобно. Теперь мы делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. И наша запомненная петля. И получается, как бы через одно отводим и начали с вами вязать. Я делаю накид и вот эту петлю. По схеме. Я вывязываю. Мы уже с вами вязали вот такой вот веерок, в котором по 2 столбика с накидом, между которыми у нас 2 петли и еще 1 столбик с накидом. Так, вот такой веерок мы с вами связали. Видно по схеме. Теперь у нас идет с вами 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И по схеме, если мы посмотрим, мы считаем 1, 2, 3, 4, 5. И вот в 6 мы с вами вяжем столбик без накида, в 7 столбик без накида и в 8. И потом делаем опять 1, 2, 3, 4, 5 петель. И 1, 2, 3, 4, 5. В 6 делаем с вами вот такой веерок. Итак, мы сделали с вами 5 петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 6 петлю столбик без накида. В 7 петлю столбик без накида. И вот 3 петель, в 8 петлю столбик без накида. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 6 петлю мы делаем вот такой вот набор. Мы с вами делаем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 воздушных петли накид. И в эту же петлю в основании мы с вами опять делаем 1 столбик. И опять делаем 2 столбик. Вот мы с вами получились как бы вот в этой точке. Поэтому дальше мы с вами опять делаем 5 петель. В 6 столбик без накида. В 7 столбик без накида. В 8 столбик без накида. В 5 петель. И в 6 мы с вами делаем опять конечный наш веер. Окончили мы с вами вязать после как по схемке третий веер. И у нас осталась одна петелька. Через одну мы делаем накид. И в эту петельку мы вяжем с вами просто столбик с одним накидом. Поворачиваем вязание. И судя по схеме, 3 петли подъема и веерок над веерком. Пока все понятно. Видите, опять веерок над веерком. Готовый веерок. По схеме теперь у нас тут получаются такие сложности. Как я поняла, их сейчас я вам расскажу. Может кто-то поймет по-другому. Значит, сейчас я делаю 3 накида. 1, 2, 3. И вот в первую петлю я провязываю столбик с тремя накидами. 1, 2, 3. И опять делаю 3 накида. И в эту же петлю провязываю столбик с тремя накидами. Провязали. Теперь я делаю 5. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И соединяюсь в эту же петлю соединительной петлей. Теперь я в центральную. Прохожу столбиком без накида. В третью прохожу столбик без накида. И делаю 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Вот у нас следующий веер. Накид. И в этот веер я провязываю столбик с одним накидом. Провязала. Теперь поворачиваю вязание. И делаю 3 накида. В точку, откуда у меня шло 5 петель, я провязываю столбик с тремя накидами. Один и второй. Второй столбик мы провязываем. Опять поворачиваем вязание. И вот вы видите, у нас как бы получилось симметрично. Видите, вот один, вот второй. Теперь я делаю накид и заканчиваю вязать веер, который я уже как бы начала вязать в начале. Две петли воздушных петли и вторая половинка веера, которая состоит из двух столбиков с одним накидом. Связали. Теперь получается опять я делаю. Раз, два, три накида. В первый столбик без накида я провязываю. Один столбик с тремя накидами. И второй столбик с тремя накидами. Один, два, три. Пять петель. Один, два, два. Путается. Два, три, четыре, пять. И в основание можно соединительную, а можно столбик без накида. Прохожу столбик без накида. В третий наш столбик провязываю столбик без накида. Вот видите, что получается. Пять петель. Один, два, три, четыре, пять. И вот в этот веер, в очередной, я провязываю наш первый столбик с одним накидом. Вот я его провязала. Видите? Вот как бы прикрепилась к начальнике. Теперь я поворачиваю вязание. И мне нужно сделать в эту точку два столбика с тремя накидами. Один, два, три. Один, два, три. И второй столбик. Один, два, три. Поворачиваем вязание. Нам с вами нужно закончить последний веерок. Накид. Получается я вяжу второй столбик с одним накидом. Две воздушные петли. И следующий набор из двух столбиков с одним накидом. Заканчиваем ряд. Накид. И у нас здесь с вами было три петли подъема. Я прям под эту арку и провязываю столбик с одним накидом. Вот у нас закончился. Если мы посмотрим, видите, второй ряд. Третий ряд у нас еще интереснее будет. Здесь мы с вами опять делаем три петли. Подъем один, два, три. Накид. И в веерочек провязываем следующий ряд веера. Веера всегда идут над веером. Здесь у нас ничего не меняется ряд за рядом. Видите? А вот следующий ряд будет очень интересным. Следующий ряд мы вяжем с вами девять воздушных петель. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот в центральную точку я делаю столбик без накида. Вот у меня получилась такая арочка. Я поворачиваю вязание. Делаю четыре воздушных петли. Накид. И смотрите, через одну петлю я вяжу столбик с одним накидом. У нас будет получаться как бы филейная сетка на вот этих девяти петлях. Одна воздушная петля. И через одну петлю следующий столбик. Одна воздушная петля. Через одну петлю следующий столбик. Одна петля. И следующий столбик. Итого у нас их будет после первого петли подъема. Их у нас будет четыре. Видите? Первая петля подъема. Один, два, три, четыре. Мы с вами опять поворачиваем вязание. Четыре петли подъема. Один, два, три, четыре. Накид. И теперь столбик в столбик. Я вяжу те же самые столбики, между которыми у нас по одной воздушной петле. Третий. Одна петля. Ищем эти у нас сначала столбиком. И провязываем. Вот, смотрите. Видите, какая получилась как настройка. Накид. Ищем наш веер. Следующий. Мы его сюда только раз. И провязали веер. Накид. Две петли. И опять два столбика. Прикрепляем в этом месте. И опять-таки делаем филейную сетку. Кто кому было непонятно, возвращаемся опять смотрим. А я довяжу, посмотрим результат. Окончила я ряд. Как всегда, вы помните, что мы заканчиваем ряд с вами столбиком с одним накидом. И вот смотрим, что получается. Вот, видите. Теперь мы будем поворачивать вязание и вязать дальше. Если посмотрим по схеме. Мы с вами закончили вот эту филейную сеточку. Теперь мы с вами будем вязать, вот как и резали второй ряд. Точно так же. Видите? То есть смысл вот в чем. Как всегда, мы с вами делаем три петли подъема. Один, два, три, накид. Веер, я уже говорила, он остается у нас. Эта дорожка неизменна в каждом ряду. Так, накид. И мы с вами вяжем второй. И получается, это у нас. Так, веер закончили. Так, по схеме у нас. Ну, мы с вами выходим на вот этот ряд, там где мы с вами вязали столбики. Три столбика. Столбика с тремя накидами. И пять воздушных петель. У нас есть с вами было три. Должны мы с вами взойти вот в эту точку. Получается в угловую, видите? То есть это у нас соединяется здесь, а это мы должны с вами сюда выйти. И мы должны здесь с вами сделать то же самое, как и здесь. Три петли. По крайней мере, по схеме показано так. Поэтому мы с вами делаем три накида. И вот, к примеру, вот в эту точку мы с вами провязываем этот столбик. Один, два, три. Второй столбик. Один, два, три. Провязали. Пять петель. Нитки неудачные. Один, два, три, четыре, пять. И в эту же точку, где мы с вами создали столбики, я провязываю столбик без накида. Соединяюсь. Соединились. Теперь смотрите. Так как нам по схеме нужно сделать три, поэтому я вот как бы рядышком в центральную провязываю еще один столбик без накида. Я перехожу вот в рядышком в петельку. Так мы с вами получили желаемое по схеме. Пять петель. Один, два, три, четыре, пять. Накид. Мы с вами дошли до нашего веера. Вяжем первый столбик. Вот первый столбик. Связали. Поворачиваем вязание. Три накида. И вот откуда у нас выходил эти пять петель, мы с вами вяжем этот же столбик с тремя накидами. Один и второй. Один, два, три. Закончили. Поворачиваем вязание. И как вы видите, у нас незаконченный веер. Вот видите, что получается. Теперь аналогично мы с вами как бы вот сейчас стоим вот в этой точке. Поэтому и у нас перед впереди вот эта филейная сетка. То есть, что мы опять делаем. Сюда мы должны сделать из этих вот три петли, в которую вяжем пять петель, два столбика с тремя накидами. Закрепляемся столбиком без накида, столбик без накида. И в третьем столбике мы с вами опять делаем. Вот такой вот набор. И закрываемся. Если непонятно, то возвращаемся. Смотрим. Так, ряд окончили. Вот. Видите, что у нас в итоге получается. Закончили, как всегда, с вами столбиком с одним накидом. Разворачиваем вязание. Три петли подъема. Один, два, три. Накид. И вот наш веер. Мы в него вяжем веерок. Две петли и опять веерок. Самый, на мой взгляд, такой интересный и сложный. Мы с вами прошли ряд. Вот теперь один из самых простых. Вот этот ряд у нас будет такой, как был второй. Вот этот, где мы с вами делали столбик. Пять петель. Один, два, три, четыре, пять. Вот. Видите, у нас с вами те три петли, которые мы старательно сделали с уголка. Здесь столбик без накида. Второй столбик без накида. И третий столбик без накида. Пять петель. Один, два, три, четыре, пять. И переходим с вами. Ага, вот веер. Накид. И веер. Один, два. И веерок. Так, это как бы у нас, смотрите, вот уже рапорт закончился. Вот эта точка, это мы с вами как бы вот в этой. Почему? Потому что теперь наша задача перейти вот там, где у нас было с вами по три. Поэтому опять пять, четыре, пять. В основании здесь столбик без накида, столбик. И переходим на веер. Окончила я ряд. Теперь хочу вот что сказать. Я обращала ваше внимание о том, что вот этот ряд, который только что провязали, он аналогичен ряду, который мы вязали сразу после цепочки. Видите? То есть это говорит о том, что мы с вами начинаем следующий рапорт. Вот, получается, он будет повторяться у нас. Получается рапорт, что у нас состоит из один, два, три, вот четыре ряда. Так, теперь у нас опять один, мы с вами должны два, три, четыре ряда. Это будет у нас следующий рапорт. Вот как бы, если смотрите схему, смотрите, пример, как мы с вами переходим из ряда в ряд. И, если понравилось кому-то, вяжем то ли кокетку на платье, как вот показано, да, то ли какую-то вставку, ну, в конце концов, можно кофту, да, можно платье. Ну, то есть кто что придумает. Вот я создала небольшой такой образец. Вы можете посмотреть. То есть он достаточно выглядит оригинально. Конечный результат я уже его намочила, для того, чтобы выровнялась связка, вы видите. Ну, на сегодня я хочу с вами попрощаться. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь, до новых встреч. Творческих вам успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!